Всем привет! Собирался я поехать на полноценную рыбалку куда-нибудь на Рузу, на Можайку, но посмотрел вчера прогноз погоды и не рискнул, потому что пришел циклон, сегодня обещали сильный ветер, хуже того дождь со снегом, в общем не рискнул, поэтому сегодня опять приехал на Истру и уже довольно поздно, в общем опять такая у меня неполноценная рыбалка, вот попробую здесь, по крайней мере ничего не теряю, если промокну быстро соберусь и поеду домой. Хотел проехать на стоянку, где я в прошлый раз парковался, но только свернул с дороги, как чуть не застрял, вроде и снега там на дороге немного, но вот теперь и он превратился в кашу, начал я буксовать, еле-еле развернулся и обратно, поэтому оставил машину прям на обочине и сейчас пешком на водоем, вот я уже и пришел. Если в прошлый раз я был в самых верховьях водохранилища и ловил на небольшой глубине, рыбка ловилась такая только для аквариума, то сегодня наоборот пришел я на большую глубину, буду ходить по руслу и пробовать ловить, наверное скорее всего на чертик, потому что информация от других рыбаков, на мотыля рыба клюет неплохо, исключительно совсем мелкая, которую я обычно даже не беру никогда, а на черта бывает, что и покрупнее улетает, поэтому у меня план такой, идти вдоль русла, смотреть лунки, сейчас в принципе много наверное должно быть лунок не замерзших, потому что тепло и проверять их чертик, но если где-то наткнусь на рыбу, может чуть-чуть и прикормлю, все по ходу дела. Вот конечно удобно, когда есть карта глубин, вот я стою, вот она стрелочка, сразу видно, я здесь небольшой полив, а вот прямо передо мной, вот оно, здесь русло, сейчас я прямо туда дойду и прямо по руслу буду двигаться. Сверлить очень трудно, вроде лунки так подмерзшие, но они по краям замерзшие, или ледопором крутишь и он просто не идет, а свежую лунку пробовал просверлить, тоже очень тяжело, вот одно веломку просверлил, уже дух вон, еле дышу, да, сегодня рыбалка будет трудовое, чувствую. Чтобы ускорить поиск рыбы буду пользоваться сегодня и холодом, потому что если рыбы там нет, то очень много времени я потеряю, пока буду играть чертиком на пустых лунках. Ну а если где-то она будет, то попробую ее уговорить. Так, глубина до 7 метров, больше здесь вряд ли сейчас будет, и посмотрим. Ну да, вот 6 метров, а было 7, было 7, а сейчас 6 с небольшим. Так, особо рыбу не показывают, но дно немножко шевелится, возможно, что там кто-то ползает. Искать рыбу буду с помощью удочки с двумя чертиками, так называемого паровоза, есть у меня и с одним чертиком, но именно поиск рыбы лучше осуществлять двойной снастью, на нее больше поклевок, а уж если найду рыбу, ну тогда можете, можно будет и на одинарном ползать, потому что на двойной очень много сходов, а одинарным, а двойным как раз лучше искать. Вот сейчас так и буду действовать. Есть, зацепил, не крупная рыбка, но все-таки зацепил. Так, опа, это был окунек, я видел, не дотащил, уже какой раз первая рыба у меня сходит. На этот раз ничего мне не цеплялось за лед, просто рыба плохо засеклась и отвалилась по дороге. Был не крупный окунек, видно он за шкурку за самой зацепился и отвалился. Так, посмотрим, еще кто-то живет здесь. Опа, еще есть рыбка. Так, дотащу или нет, посмотрим. Так, не дотащил, опять распадлельщик был мелкий, по-моему. Опять все то же самое, цепляется чертик. Залет и сход. Все как обычно. Мне советовали чертик разнести очень сильно по расстоянию, больше толщины льда. Ну и это не спасает. Если рыба хорошо засекается, то она не сойдет практически, даже если чертик цепляется. А если висит на шкурке, то отваливается почти всегда. Есть. Это что-то поначалу упиралось так сильно, а сейчас пошло легко. А, вот он. А вот какая бибика там клюет. Первая рыбка, которую удалось вытащить. Ну да. Вот мне говорили рыбаки, что вот такая и на мотыля все время клюет. Прям замучила рыба такая. Почему-то вот последние две недели рыба все мельче и мельче клюет. Крупное что-то ступоре в каком-то. Ну может быть из-за погоды. Может еще за чего. Может свалил куда-нибудь другое место. Хотя это я и на более мелких местах ловил, и на более глубоких. Везде клюет какая-то совсем мелкая рыба. Но буду надеяться, что среди мелкой проскочит и покрупнее что-нибудь. Ловил на первой лунке. Поклевки здесь есть. Довольно много, но совсем мелкая рыба. Сначала кунек, а потом пошли мелкие-мелкие подлещики. По крайней мере рыба активна. Даже вот эхолот не показывала, а рыбость она ловится. Сейчас попробую на следующей лунке. Так, первая лунка где показывает рыбу. Вот плотный косяк где-то в метре от дна и выше. Еще один косяк. И это самая глубокая лунка 6,5 метров. Вот это скорее всего пузыри всплывают. Прямо такие над дном. Протуберанцы вверх идут. Так, ну вот рыба здесь есть. Сейчас здесь скорее попробую, пока не уплыла. Походил, поискал еще рыбу. Где-то лунок 8 проверил. Практически нигде не показывал. Вот это первая лунка, где эхолот показал проплывающие косяки рыбы. В метре от дна примерно. Сейчас попробую ее поймать. Поскольку здесь уже рыба есть как бы, то я достал удочку с одинарным чертом. Чтобы есть клюнет, чтобы меньше сходов было. Попробую на него. Ну а там уже как обычно, если не получится, тогда достану, в смысле, возьму паровоз. И он у меня уже разложен. Я на него уже кое-что поймал. Так, сейчас попробуем на одинарный. Заодно кивок проверю. Я поменял кивок, то у меня здесь стоял такой довольно короткий, лавсановый. А сейчас я поставил длинный металлический. С ним игра более плавная получается. Как-то подлещик лучше реагирует на такую игру. Попробовал здесь и на одинарного чертика, и на двойного. Вообще ноль эмоций. Вот так вот. А эхолот показывал здесь стаи проплывающей рыбы. А в другой луке, где ничего не показывал, как раз были поклевки. Вот так вот. Так что, скорее всего, эта рыба такая проплывающая, не клюющая. И на эхолот особо ориентироваться сегодня не стоит. Нам так проверить чертик. Вот так. В теории думаешь одно, а на практике вот совсем все по-другому. Пойду в другое место. Долбануло. Судя по поклевке, или плотва, или окунь. Потому что загнуло прям кивок вниз. Плотвичка. Так и думал. Характерная такая поклевка для плотвички. Сел, кстати, на все три тройника. Ух ты! Даже не знаю, как вытаскивать. О! Еле выдрал изо рта. Вот такая дерзкая, вся какая-то покоцанная точка. Очень дерзкая плотва. А подлещик не хочет. Вроде глубина приличная, а плотвичка не крупная. Хотя, если сравнивать с той, которую я ловил на прошлой рыбалке в Верховьях, то это вообще крупняк. Там были прям аквариумные рыбки такие. А для русла, конечно, это не серьезно. Так, ну пока все печально. Несколько мелких рыбок. Подлещик там еще кто-то сходил. И плотвичка. И все. Пойду дальше искать. Сверлить. Искать. Потому что что еще делать остается. Нашел по карте место, которое рыбаки называют Валы. Здесь на дне старый затопленный Екатерининский канал. Который еще Екатерина строила. Здесь прорывала. И он остался на дне. Ну, правда, уже там от него дни остатки. Но на карте глубины его видно. И бывает, что здесь рыбка как раз крутится. Выхолод посмотрел, но что-то да. Не скажу, что много, но рыбка какая-то есть. Сейчас попробую ее поймать. Достал чертика уже помельче. Потому что на крупных чертей последние уже час я не видел ни одной поклевки. Сейчас попробую на более мелкого. Надеюсь, что на него будет реакция. Здесь не сам канал, а место слияния канала и русла Истры. Мне кажется, это место очень перспективное. Кроме того, я смотрю, здесь всякие вешки стоят. Пачки сигарет. Здесь замечали это место. Наверное, здесь рыбы ловятся. Сейчас проверим. Ну или ловилась когда-то. Опа, есть рыба. С первой проводки кто-то клюнул. И не совсем мелкая, кстати. Так. Ух ты. Да, такие толчки тупые. Кто это? Подлещик. Да неплохой для Истры. Так вот. Вот он где прячется. Подлещик. На валах. А может потому что я маленького маленького поставил. Заглотил, прям не вытащишь. Даже не знаю как его вытащить на все три крючка. Вот как глотанул. Еле отцепил, чертик. Такой подлещик, конечно, не рекордный. Но я уже давно таких не ловил. То есть все мелочи, да мелочи. Но сейчас более-менее. Кстати, он здесь жрет чего-то. Наверное, прикормка здесь какая-то была. Сейчас еще попробую. Вот так вот. Первая более-менее рыба сегодня. При ловле чертиком главное найти активную рыбу. Вот сколько я до этого прошел, уже отчаяние взяло. Лунок 20, ни одной поклевки. Вот наконец-то нашел лунку. Буквально вот только опустил. Сделал буквально только начало проводки и все. Сразу поклевка. И такой не самый мелкий подлещик. А до этого прям вот как в ванной было. Так, сейчас попробую еще поймать здесь. Есть еще один. Сменил проводку на более быструю. Еще поклевка. Но это вроде помельче. По крайней мере кажется так. Так. Ух ты. За лед зацепился, зараза. Наверное, сошел. Да, сошел. Даже одинарный чертик зацепляется за лед. При вываживании очередной рыбы чертик зацепился за нижние край лунки. Да так, что вообще не отцепляется. Сейчас с помощью какой-нибудь палки буду его пытаться отцепить. Не знаю, что там под лункой. Но чертик зацепился не за край лунки, а куда дашь. Там сбоку. Может быть там палка какая-то или что. В общем, я разделся рукой. Пытался туда залезть. Но не достаю. Где-то он далеко аж от луки. Чертик. Я аж и палкой и все. И в итоге оборвал чертик. Так жалко. Вот. Чертик ручной работы. Микешина дорогой. Из интернета. И главное, у меня такого больше нет. Как-то маленький, на 5 граммов. Эх. Ну, потери неизбежны. Просто непонятно, за что он там так зацепился-то. Жалко. Ну, ладно. Сейчас попробуем какой-нибудь другой. Блин, вот несправедливость. Поставил другого чертика дешевого. И нет на него поклевок вообще ни одной. Что ты будешь делать? Может конечно рыба отошла. Сейчас попробую на что-нибудь другое. А вот эта лунка у меня непосредственно на самих валах находится. То есть на Екатерининском канале. То есть вот так он проходит здесь. Вот туда. И здесь как раз была лунка. Я ее освежил. Наверное, здесь кто-то ловил. Единственное, что здесь лунка какая-то кривая. Ну, попробую. А глубина здесь намного меньше, чем на русле Истры. Метра на два. То есть если там шесть, то где-то четыре всего. Пы-пы. Холод какая-то рыба проплывала. Сейчас посмотрю. Живет ли кто-то здесь. Такая маленькая рыба, что даже не почувствовал. Вот она, плотвичка. Здесь живет плотвичка мелкая. Довольно долго я тряс, пока она клюнула. Вот что характерно, почти везде, где глубина поменьше, клюет вот только такая мелкая плотвичка. Покрупнее вообще нет. Странно. Обычно здесь как-то вместе с мелкой и покрупнее попадалось. А сейчас вот одна мелочь. В общем, я так понял, на самих валах сейчас слишком мелко. И здесь живет только мелкая плотва. Поэтому сейчас вернусь на основное русло, где поглубже. Ну и надеюсь, что за оставшееся время удастся мне хоть что-то там изловить. Никак не удается мне разловить глубинные лунки. Буквально там пару рыбок здесь мелких поймал и все. Ну вот последняя у меня надежда на поплавочную удочку. Я здесь час назад прикормил немножко мотылем. Попробую на мотыля. Но вдруг клюнет. Потому что на черта вот вообще вот уже сейчас я здесь поплавок вообще не видел. Разные варианты пробовал. Разные лунки. Тишина. А и холод-то показывает, что рыба есть. Может захочется на мотылька клюнуть. Так, ну ладно. Так, значит поплавок я опустил. Но сейчас, как обычно, здесь буду играть на чертик. Ничего себе. Стал просто вытаскивать. Уже хотел на другой лунку. И кого-то зацепил. Потому что без поклевки и тяжело очень идет. Да. Почти 100% что забагрил. Так. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Честно. Потому что, скорее всего забагрил. И это может быть даже не подлетчик. Какой-нибудь другой рыб. Ну сейчас посмотрим. Еще рядом у меня поплавок стоит. Может зацепить. Зацепить может. Так. Сейчас посмотрим. Если затащу на лунки. да ребята ты лещик это лещик и по моему даже его поймал за рот так сейчас перчатки сниму чтобы не мешали ну не знаю вытащу ли нет нет он там сбоку чертик а рыб хороший за жаберную крышку я зацепил стоит под лункой пропускает пузыри вот два ребята победа ну наконец-то повезло мне вот он зацепился за за самый за жаберную крышку снаружи то есть я уже хотел вытаскивать в чертик поклевок не было то есть не реагировал он заразы на реакцию на нормальную игру я прям это у меня аж растерянность такая что даже это говорю плохо посмотрите ребят какой лещик ну конечно не килограммовый но под кило наверное есть прям какой-то шершавый как перед окрометом не совсем конечно честно зацепился но все-таки в районе рта то есть он где-то там интересовался видно моими чертиками они там болтались я уже стал вытаскивать и он хлоп прицепился вот когда-то должно было повезти это все время одни неудачи чертик я оборвал и все ну вот эта компенсация мне за мои страдания сразу настроение улучшилось здорово так сейчас взвесим лещика посмотрим насколько потянет 820 грамм отлично конечно не килограммовый но вполне приличный лещик хорош брызгаться все и моя добыча вот такого лещика можно взять с собой а так мелочь конечно брать и нет смысла да вот как говорят не отчаивайтесь и рано или поздно удача придет я сегодня уже несколько раз впадал в отчаяние но думаю ладно но половлю еще может вдруг что-то поймаю и вот конечно хотелось бы поймать на игру там все зацепил можно считать случайно вот если бы не зацепил наверное думал бы что нету здесь рыбы она там есть и хорошая рыба вот не на поплавок не на черта вообще зараза не реагирует ну или не подобрал я ключик то есть она вот смотрит на моих чертей а ловиться не хочет сейчас попробую еще немножко поиграть принципе так уже я доволен свою рыбу поймал рыбу мечты но не рыбу мечты но по крайней мере достойную рыбу но если бы еще поклюнул я был бы не против явное присутствие рыбы под ловкой прям чувствуется что задевается может даже за леску но клевать не хочется зараза никак как уговорить эту хитрую рыбу цепанул все-таки долго уговаривал зацепил не знаю смогу вытащить или нет потому что скорее всего зацепился не сильно а рыба хорошая забирает леску уже вижу забрал почти всю леску хороший какой-то зацепился надо утомить чтобы меньше бесился уговаривал я его долго не хотел он клевать но все-таки я его обманул теперь надо вытащить вот он есть есть еще один хороший вот это практически честно я поймал а вот красавчик это победа здорово вот это друзья 2 я уже честно поймал не просто так зацепил а именно на игру чувствовал что он там есть прикасается но брать не хотел я все так и сяк проводкой вот на очередной хитрой проводке все таки он сел и удачно я его вытащил ничего не зацепилось в общем все можно считать это победа 2 ну конечно бог троица любит хотелось бы еще третьего поймать но как говорится грубо раскатал но сейчас посмотрим есть еще одного зацепил на тура помельче но тоже ничего не самый мелкий у как к вечеру пошло так такой съедобный съедобный чур лещик нормальный вот эта лунка как бы не моя здесь до меня сидел рыбак кормил и ловил в палатке вот он лещике подошел не знаю как у него клевал у меня пока экземпляр хороший больше никого мне не удастся уговорить то уже с полчаса ни одной поклевки время уже шестой час поэтому буду собираться и заканчивать рыбалку вот такие рыбки если не попались наконец-то этот за 800 грамм этот за 500 чуть больше остальные все рыбки были помельче их я отпустил обратно сегодня где-то до четырех часов дня я думал что все опять рыбалка неудачная отборвал я чертик свой любимый рыбы нормально не поймал стал расстраиваться но все-таки не отчаялся продолжал ловить и был вознагражден отличными подлещиками один вообще на 800 с лишним и второй на 500 и еще были в общем сегодня наконец-то повезло под конец правда но благодаря тому что как говорить с терпение и труд все перетрут в общем я считаю сегодняшняя рыбалка у меня удачная наконец-то поймал нормальную рыбу все здорово все рыбалку я закончил друзья с вами я прощаюсь всем всего доброго и до новых встреч а